привет ребят на втором канале 1000 подписчиков уже с лишним и пришло время ответить на ваши вопросы начну я начну я с вопросов на яндексе ой господи начну я с вопросов на втором канале быстренько перехожу на потом на первый постарайся быстренько так сбитенько чтобы не занимать много времени того кто просто смотрит кто не знал вопрос владимир плясавица спрашивает артем привет что думаешь про акустику infiniti реф 6500 cx и почему мало обзоров об этом бренде ну я ни разу их не встречал у нас поэтому у меня нет обзоров на них а почему у других нет я подозреваю потому что они не в тренде то есть сейчас в моде немножко другие вещи поэтому на них не делаются обзоры к сожалению такое направление как с q она менее развита чем громкость до эстрада среди молодежи поэтому такие вещи не рассматриваются пока попадутся сделаю для меня не проблема записать обзор для меня проблема найти оборудование надеюсь ответил жаль не было вокала да самому жалко очень сложно найти треки без авторских прав с вокалом алексей федоров здравствуйте суть вопроса такова сделал авто стрелс из активника кикс айси кью 301 б п ей тут стрел суть вопроса что машина большая сап сзади на мой слух сапа стоит от фронта или от фронта фронт 16 по на пионер фронт пока без усилка вот как вы видите основание саба по моему мы с алексеем решили этот вопрос я посоветовал для начала просто поменять фазировку на сабвуфере то есть на динамике плюс минусом провода перед перекрутить и все по-моему ему это помогло но там дальше надо будет уже что-то другое придумать если не помогает так спасибо спасибо это все пожелания благодарности было бы виталий мажников пишет было бы отлично показать его из 16 им допустим патриот 20 пор из 16 и рупор какой-нибудь а так что отлично вот так можно бесконечно снимать на самом деле видео каждый день можно снимать какой-нибудь динамик с каким-нибудь но это как бы на мой взгляд не целесообразно более-менее надо снимать подходящие друг по другу компоненты владим мороз пишет при возможности с герцами бы двухсотыми сравнить к сожалению у меня их нет я брал у артема вернее он привозил чтоб сравнить но артема сейчас очень много работы поэтому такого сравнения пока не будет как появится обязательно сравним пока нет возможности такой константин иванов пишет подскажи пожалуйста овалы бюджетные громкие по возможности сравнения сравнение овалов не будет овалы сейчас не продаются вообще и если истраду я худо-бедно могу продать овалы мне нет смысла покупать чтобы они валялись протухали у меня есть две пары овалов одни а цв другие альфард етп что те что те лежат мертвым грузом так что друг извини не будет такого сравнения самые дешевые на мой слух более-менее приятно играющие гитп не более-менее такой звук интересный если вас нужен то любые овалы которые любые овалы пионеры в основном пионеры в основном самые ходовые так любые короче провалы лучше не спрашивайте ребят мы в баню добрый день пишет сергей недосека пионер такой-то предусилитель выдает 4 канала по 27 ватт номиналки возможно ли задействовать фронт на твиттере без усилителя настроить через кроссовер на головном устройстве а среднечастотники и мидбас через усилитель вот читаем т30 но если усилитель на мидбас и среднечастотники довольно таки мощный то скорее всего вам будет мало высоких частот а так есть случаи что ребята слушают в принципе мирятся да с тем что не хватает высоких частот и слышно еле-еле но не хватает очень сильно так что дело хозяйское так все на втором канале вопросы закончились так резко переходим на первый канал первый канал у нас более веселый такой тут много много разных комментариев давайте почитаем есть просто комментарии на них не буду отвечать но вопросу человека сергей сергеев пишет объясни в чем преимущество по каналке лишние деньги за усилитель да и только то есть он сразу же свое мнение высказывает слышал многие по каналке орет и все нет качества звука ну то есть уже стереотип в принципе свой сложила по каналке бессмысленно что-то здесь утверждать отвечать и так далее на этот вопрос я наверно пожалуй отвечать не буду не вижу смысла на тебя тратить время удачи андрей давыдов после таких обшивок петли надо усиливать если автоваз ну ладно наши то обязательно если на марки то надо будет смотреть не на всех она марках просят просаживаются на акценте у меня не просаживаются а так ну смотреть надо по ситуации возможно что не надо будет так 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 есть видео как делали этот слепок как делали похожий слепок есть видео в плейлисте кристалка рождения звука саша за не зайди на этот основной канал и там посмотри этот лист он полностью посвящен как делаясь кристалка то есть как делался акцент с автозвуком супер клей с аэрозолем соды не знаю какая сода супер клей с аэрозолем в комплекте идет то есть клей промазываешь потом аэрозолем пшикаешь он застывает моментально аклекс 705 называется видео сначала видео самого начала до самого конца с подробностями для новичков все то все это есть или здесь плейлисты плейлисты ребята смотрите плейлистах все подборки подиумы мастерские кристалка и так далее там куча просто видео ребят поищите это же не сложно что за смола смола полиэфирная эпоксидка долго сохнет пробовал как-то эпоксидку если эпоксидка только халявная тогда ее стоит использовать но очень много времени уходит а так нет смысла она выходит дороже эпоксидка сохнет дольше не знаю все это уже два вот этих фактора уже меня отбивают просто все желание у меня отбивают ее использовать вообще что посоветуете бу альфард x6 л или этот урал ну эльки погромче будут а там сам смотри с чего стоит генератор на акценте на акценте стоит штатный сейчас копим на впс будет впс стоять какому резу стремитесь на этих сабах или чем выше тем лучше можно подробнее про систему какой усть сабы нет цели задрать рез нет цели поймать огромный рез было желание просто понять что они могут что они вынесут вообще какие мучения и так далее я остался доволен сам бы довольно таки выносливые но усердствовать не надо села у меня камера буду снимать дальше наверху на закончить уже чтобы потом не откладывать так про генератор я по-моему ответил про сабы ответил в общем про сабы что могу сказать ну не стоит их использовать как боевые честно говорю в этом сабы для музыки 600 ватт спокойно вывозят я вливал в них полтора киловатта в каждый ну тяжело им очень тяжело там несколько секунд держат потом начинает идти запах не предназначенная для такой мощи так подробнее про систему пусть там 6500 и армада сабы вот эти новинки 5500 я название не помню что-то там 12.2 или 2.12 короче серия low kick lv 2.12 по моему они называются дешевенькие сабы 5500 рублей один стоит жестяная штампованная корзина ферритовый магнит 2,5 дюйма катушка надеюсь ответил рамыч что там за усилитель на сабы какое подключение подключение в 0.5 усилитель сказал уже 6500 и армада 0.5 подключение вопрос не по теме меняю пионер такой-то на такой-то стоит ли вообще менять понятия не имею понятия не имею дружище друг говорит что типа профессиональный типа барыжная магнитола с ауксом что мне делать я не знаю послушай друга может он шарит не знаю это сейчас надо лезть на сайт и смотреть что за сравнивать короче зайди если еще не поменял зайди вечером на стрим сегодня завтра послезавтра и задай этот вопрос мне в комментариях я отвечу полазим по сайтам поищем вместе с тобой я тебе отвечу стоит менять или нет вот так вот тема это лучшее решение для наших седанов я про расположение динамиков и порта ну делают еще все вверх ой не все вверх а динамики вверх а порта порт все время оставляют в крыло я пробовал порт вперед ну рез меньше а так экспериментировать на принципе стандартная компоновка то есть динамики в салон порт в крыло если сиденье откидывается если сиденье не откидывается то тогда блин я не знаю что делать тогда тогда жесть полку просветлять и так далее и динамики пробовать вверх но порт в левое крыло всегда делают чтоб на замере на датчике было больше больше давления датчик справа находится порт слева по диагонали короче расположение надеюсь ответил заходи тоже на стрим поговорим пообсуждаем эти вопросы так порт насколько настроен целился в 40 герц пик на 47 сейчас для чего смола для чего смолой внутри промазывать для влагостойкости и для лучшей аэродинамики то есть стенки уже гладкие становятся не шершавые я не более меня но это такое знаешь как бы кто-то верит в это кто-то нет если есть 100 грамм смолы почему не промазать берешь и промазываешь потом дело хозяйское можно вообще ничего не делать сколотить с дсп гвоздями ездить спасибо за позитивные ребят большое спасибо за позитивные комментарии за критику и за все остальное я все комментарии читаю все без исключения дебил ойдов деградантов я баню сразу то есть они не будут смотреть мои видео не надо писать всякую чушь вы можете высказывать свое мнение можете там какие-то маты использовать но не надо оскорблять людей не надо на личности переходить за это бан и досвидос я не хочу такое видео себя на канале у меня здесь уютно и тепло какие ощущения от давления дышать тяжело дышать было тяжело я задерживал дыхание пытался как-то сгруппироваться я не знаю как там санек не умер в углу говорит плохо было ему так александр сафонов спрашивает а цв 4.80 откачает две пары edge pro 6b на гу средство 60 12 децибел на октаву на усе и пи включен где-то на 12 часов или же стоит полную полосу кидать если гу позволяет резать частоты 880 и но тут прикол в чем если ты на усе выше порежешь чем на головном устройстве то соответственно динамики порежутся выше вторым порядком так как на усилителе второй порядок до 12 децибел тоже на октаву то же самое если тебе нужен круче средства просто на слух попытайся выровнять поймать чтобы у тебя фильтр усилителя совпадал с фильтром головного устройства тогда у тебя будет спад круче если тебе это нужно если тебе это не нужно тогда можешь выключать вообще фильтр на голову на господи на усилителе и фильтровать чисто головным устройством это кстати удобнее ты можешь любой момент поменять срез на тихой громкости можно ниже резать на высокой погромче я так катаюсь люблю без басухи послушать панч так всем спасибо всем спасибо всем спасибо что там будет в краснодаре в краснодаре будет завтра дебедрак будет много интересных машин приходите сколько динамиков в коробке цешки по два динамика эльки по два динамика у эджи вообще по моему все по два динамика идут если не ошибаюсь по до в общем упаковка 2 2 2 динамика в коробке какой клей клей полиуретанова используется я не знаю как он называется ребят прозрачный такой если кому-то нужен пишите в личку отправлю если никому не нужен то не пишите логично все да по моему какой кабель в каком количестве использовал для кристалки кг-50 разный ту и гостовский разный кг-50 все полностью пацаны вы определитесь мне бороду сбривать или не сбривать че за кипиш с этой бородой не могу понять сколько сам автомат чего играют по-моему там четыре пятнашки и два уся каких-то короче в паблике описание я не помню уже там скидывал все sd эффективная площадь излучения ну да только это писать надо дружище в описании а не писать sd нормальные производители все это расшифровывают еще дата шит кладут в коробку но кто экономит тому флагу руки буду вот так вот и говорить в обзорах sd непонятно что так как производитель не потрудился расшифровать объективно я думаю объективно вопросы по изготовлению подиумов пишет евген как закрепить жестко карту к двери если имеется только один туннель под медбас при этом как сделать правильно тоннель болтами вероятно как сделать набором колец я делаю набором колец фанерных пропитываю потом смолой как сделать объем двери если тяги не дают сделать за я не считаю дренажных отверстий внизу двери никак меня машину как избавиться от дребезжания тяг очень сложно избавиться от их дребезжания очень сложно ну поролоном обклеиваешь бывает он более-менее фиксирует и меньше дребезжит а так прям сильно ты не избавишься все равно будут призвуки я не знаю даже что с этим делать у меня сколько я не пытался при звуке всегда были только если их удалить поставить тросики тогда избавишься зачем нужна заводская пленка в двери ну вероятно от пыли скорее всего потому что пыль то подсасывает там мои от воды чтобы на обшивку вода я текла по что по стеклу все равно будет течь вода чтобы на оборудование не попадала влага я думаю для этого так производительный вопрос не ко мне точно как обслужить стеклоподъемник чем свазывать не вот именно очень интересно понятия не имею солидолом наверно сколько вопросов интересных жека надеюсь я ответил на все твои вопросы что за пружинку он убрал чтоб с первого раза открывалась дверь антон мы его потом поставили назад потому что у меня заклинила дверь об этом есть видео посмотри я не знаю что за пружинка какая-то пружинка которая подтягивает замок назад чтобы он на месте стоял и убирать нельзя просто дверь заклинивает в среднем положении ты дверь потом не можешь открыть он там отверткой через верх опускали стекло на что так нажимал нажимал ковырял в итоге еле-еле открыли дверь за полчаса на минут за 40 он только открыл в общем вот так не стоит экспериментировать лучше 2 поставить мотора 22 соленоида тоже такое хочу купить запиши видос как все это подключать надо пожалуйста не знаю даже как как это все вообще записывать нечего рассказать не знаю но как-нибудь постараюсь данил ну не сегодня завтра точно в течение года может быть ничего обещать не могу и нами стоит nm 16.2 не планируешь протестить очень интересно очень интересно денег нет евгений андрей не торопится мне ничего давать так что как-то так андрей это хозяин бренда динамик стоит сделаю обзор динамиков magnum средне частотников есть такой бренд я знаю николай что есть такой бренд у нас его нет и никто не торопится его покупать чтобы я сделал обзор покупать очередной висяк уже надоело мне этих висяков полная полка вон лежит тысяч на 60 на железо лежит которое никому не надо на какой громкости клипуют этот пионер кто знает евгений игоревич спрашивает я тебе могу ответить не клипуют пионеры если все в ноль стоит все лучшие зеро выключаешь клипа нет как только что-нибудь в плюс крутишь начинает клиповать чем больше плюсов тем раньше клип видео есть об этом на youtube там у них примерно одинаково все плюс минус что за трекеры флешки так все это старая это старая ребята спасибо всем кто смотрел обязательно заходите на второй канал подписывайтесь также можете добавлять меня в друзья чтобы быть в курсе событий до когда стрим начинается так далее чтобы можно было зайти позадавать вопросы я надеюсь никого не не обидел надеюсь все понятно было все ответы на вопросы надеюсь нормальные никого не пропустил если кого пропустил сорян чуваки заходите на стрим задавайте вживую будем общаться давайте дружить все всем удачи классного звука пока